Здравствуйте! Мы обыкнулись в семьях. То есть, я, наверное, могу сказать, что вы семья полностью в семьях. Моя семья, так знаете, на половину православные, только один раз в год. Да, то есть один раз в год на нас ходит церковь, на этом все закачивается. То есть православие, например, проявлялись только в церкви. И мы всегда поджинялись, мы понимали, что мы покаялись, после того, как мы были здесь. Мы понимали, что у вас, к сожалению, в семье совершенно нет никаких христианских ценностей. Мы не знаем точно, как же надо правильно строить свой брак. Как воспитывать детей. Как общаться друг с другом. Именно в браке. У нас не было этого. Поэтому умность может еще не пойти в библейскую школу. То есть встать как на фундамент для знаний, которые мы получили в библейской школе, и дальше били за жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И мы не знаем, что до сих пор. И я совершенно ничего не знала, кто такой Симс Христос. Я не знала, что такое церковь вообще. Кто такой проповедник вообще. Вообще ни одного христианского слова я не знала. И поэтому мне было интересно пойти, узнать больше и больше информации. Но еще до того, как я пошла учиться на библейские курсы, я, так сказать, заключила сбоку маленький договор. Если я выйду замуж, то я пойду учиться. Если я не выйду, то я не пойду. Потому что сейчас буду ждать, я не готова. И так случилось здорово, что в августе мы поженились, и я спокойно смогла учиться еще раз в наших годах. Так что все, слава Богу! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, меня зовут Александр. Я когда проходил реабилитацию в реабилитационном центре от зависимости, потом полгода шла реабилитация. Мы постоянно часто читали библию. Потом я стал служителем адаптационного служения. Постоянно работа с реабилитантами началась. Прошло еще какое-то время. И я понял то, откуда меня вытащил Бог. Он вытащил меня из этой ямы, поставил на ноги. Но этого было недостаточно. Сердце, разум просили знаний. Я хотел больше знать о Боге. И я понял то, что мне нужно идти в БК. Мне надо идти на библейские курсы. Чтобы более глубоко изучить это. Чтобы не просто научиться стоять на ногах, но и ходить, бегать, делать какие-то сальты, делать какие-то приемы с Богом. И то, что я узнал... Я сначала думал, я придумал. Я уже столько всего знаю, столько всего прочитал. На самом деле столько всяких разных предметов. Столько всего нового узнаешь. Я даже никогда не мог подумать, что... Вот как четыре Евангелия, четырех сторон нам показывают, как четыре разных человека видели. Точно так же много-много-много учителей и приезжают и поредуют о разных предметах. И преподносят это слово с разных сторон, столько разных граней. Очень круто. Приезжайте, я прошу БК. Я прошу БК. Добрый день. Проспас мне, по-моему, еще раз. Меня зовут Иосиф. Я из мусульманской семьи. Во-третьих лет я по-настоящему, а я заметил, что... Господь мне много чего доверять, я инвестиции закончил. Один отсюда закончил. То есть я по вызванию врач. И тоже я занимаюсь медицинским миссиям в афганской стране. Я заметил, что вот кому-то мир, мир открылась из-за отношения с Богом. Но я сам не понял, как дальше идти. Поэтому я решил посредить один тот построить себя, получить знания и построить себя выше фундамент, для того, чтобы у тебя есть мечта или работа в жизни, я тебе посоветую учиться в юридических курсах. Это будет большое благословение. Я и ваши друзья. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Меня зовут Дмитрий. И знаете, я в библейскую школу захотел ехать почти сразу же после покаяния. Когда я только покаялся, у меня было очень много вопросов относительно Божьей воли. Как Бог смотрит на разные жизненные ситуации? Семья, отношения с людьми, то есть наше призвание. И именно в библейской школе я нашел все эти ответы. Помимо знаний, которые все мы там получаем, мы получаем также просто бесценный опыт тех людей, которые нам эти знания дают. Библейская школа – это также ваш шанс проверить эти знания все на практике. Это можно сказать, что вы даете Богу возможность показать свою славу через различные ситуации. То есть даже, мне кажется, ситуация совсем просто безвыгодна. Бог просто любую ситуацию превращает, не знаю, в благословение просто. И за этот год я увидел очень много чудес. У них просто как у людей ноги вот так вот вырастали, прямо на глазах. Я не верил в это, ну, как-то знал, что это может быть, но как-то не верилось, не знаю. И именно библейская школа – это твердое основание для вашей жизни, для ваших отношений с Богом. И, как вы видите, у нас нет, как бы, ограничений ни в национальностях, ни в возрасте. Бог призывает нас именно, ну, как бы, в свое время. И библейская школа – это как раз так и шанс начать свое служение и посвятить свою жизнь Господу. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Меня зовут Хамиль, я здесь из Танции. Ну, я приехал в Москву работать. И так, ну, в первый же день я приехал в Москву, и в воскресенье я с ним уже пошел в церковь. И у меня, как сказать, я купал в домашнюю группу. И мне так это очень понравилось. Просто в Танях открыто невозможно просто взять в церковь и там домашнюю группу. И, во-первых, я… у меня в семье уже мои дети, они отучились в детской школе, скажем так. Ну, у меня не было возможности. Поэтому, я думаю, что Бог, наверное, что-то приготовил для меня. И, во-вторых, это мое призвание, Он готовит меня для чего-то. Поэтому я пошел в детскую школу. Я знаю, что, ну, на всякие трудности Бог просто меня благословляет. Это просто милость Его, что я смогу жить в Москве еще в детскую школу. Это просто мечта, по-моему, для каждого человека. Так что не смотрите, кто вы молодые или вы старше в возрасте. Просто откройте Бог в свое сердце. И там… ну, Бог – это наша скала, на которой мы строим свою жизнь. И там можно получить такие знания, которые… Ветерарь, наши знания. Так что… Приглашайся. Здравствуйте. 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 Меня зовут Алевтина. Я в тебя всех вас видеть. И я вам просто скажу, что для Бога и для библейских курсов мне вообще возраста. Я настолько счастлива, что оказалась в этом городе детском, ну, свидетельстве на библейских курсах. И получила такой взгляд, такой перерыв в своей жизни, что просто я даже сама не поверила, что это может произойти. И, вы знаете, это на самом деле прекрасно находиться в таком движении, в такой активности среди молодежи. Ну, среди разного возраста. Но все равно это доброта, это любовь, это такое счастье просто. И Бог, ну, я так ездила, что ты просто проходишь и… ну, проходишь абсолютно все. Просто у меня в своей библейских курсах настолько тяжело. И, кстати, библейский курс и плюс той, плюс другой. И, в общем-то, очень много обязанностей. Но, вы знаете, мы прошли, мы прошли. Я даже не верю, на самом деле, что… То есть, без рук, конечно, не разносно, но… Ну, это классно, это здорово, это классно. И мои дети помогали, в этом году как раз, как раз, на велеских курсах. То есть, у меня 29 лет с сыном и 23 дочери. И, вы знаете, это классно, когда дочкам подходят и говорят, «Мамочки, давай я тебя… а, давай отнимемся и давай мы можем взять». Это, в общем, это так. Добрый день, друзья. Меня зовут Артур. И первое, что я хочу сказать, что мы здесь только благодаря библейским курсам. Чтобы мы не пошли все вместе учиться, нас бы и не было здесь. Вот. Никакой. Как меня бы предал в библейскую школу? Я более 5 лет был христианином. И, я не знаю, почему все думали, что я учился в библейской школе. Мне говорили, «О, привет! Учился в библейке?» «Нет». «А когда пойдешь?» Ну, это, что я говорил, на пенсии. Ну, потому что я думал, у меня женщина была расписана, там он учился, там он учился, там я буду работать, и все остальное. И, получается, я должен был поступать в университет. Вот. И перед тем, как поступить, лежу ночью. Что-то такое, побуждение в сердце пришло. «Господи, хочу кушить, я тебе идти». Там, не знаю, вафли, куда придавлюсь. Просто кажутся. Свет. Шром среди язвого неба. Библейская школа. Я говорю, «Господи, если я не иду в университет, то я иду в библейку». Я прихожу в университет, мне говорят, ну, что, в определенных причинах. Ну, сейчас, времени нет, вы не можете поступить? Я все, Господи, иду в библейку». Привет. И вам хочу сказать просто три вещи, которые, как сказать, очень важны. Если вы, первое, решили идти в библейку, то вы решили идти в библейку. Потому что я пришел работать в компанию, мне предложили должность начальника дела. Ну, я подхожу к моему работодателю, и говорю, вот я иду учиться в библейские курсы. «Ну, господи, неделя подумай, да? Либо должность, либо учеба». Я говорю, «Ну, хорошо». Пошел молиться, молился, молился, среди недели прихожу. Ну, мол, вот так и так. Я, как бы, иду учиться. Я говорю, «Ну, все, хорошо, иди учись, но мы тебя оставляем на работе, ты как серый кардинал будешь». Все, я говорю, Господи, остается работа, да? И как бы иду учиться. Второе. Я думал, что если даже на пенсии пойду учиться в библейку, то, Господи, я заплачу за весь курс библейской школы. Вот сейчас Бог дал работу, я накопил денег, я заплатил за весь курс библейской школы. И целый день я не боялся на счет финансов. Я приходил, учился, да? И, как бы, кто-то там в очереди стоят, ну, и сейчас я сидим. А я прихожу и говорю, это большое благословение. И третье. Когда мы уже все решили, оплатились, то возьмите по максимуму. И просто прикиньте общение, друзья. Не опаздывайте на молитве. Берите, не пропускайте темы. Просто выжимайте с этой все библейской школы. Это будет такое благословение. И для меня, для молодого человека, библейская школа – это фундамент. Фундамент, на котором строится вера. Если хотите, чтобы у вас был фундамент в жизни, и вы сами просто твердо в кого уверовали, идите в библейскую школу. Я прошел через БК. АПЛОДИСМЕНТЫ Играйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Играйте.